Привет, это Дима. Выхожу из новогоднего информационного вакуума. Поскольку цензуру тоже нужны выходные, на все время праздников мы остались без писем, а значит и без новостей, если, конечно, не считать таковыми выпуски телепропаганды. Последней новостью, которую я получил как бы между делом среди поздравлений и пожеланий, стало сообщение о предновогодних обысках, ставших за последние несколько лет скверной традицией. В остальном, встреча Нового года тоже прошла вполне традиционно. Были и фейерверки под окнами, Иван Васильевич с Иронией судьбы, и мандарины с тазиком Оливье, и бой курантов, предваренный выступлением старого военного преступника на новом фоне. Для классического набора не хватало разве что шампанского и бенгальских огней. Думаю, при желании можно было раздобыть и их, но атмосфере настоящего праздника не доставало другого. Родных и близких рядом, свободы, мирного неба над головой. Будем надеяться, что все это принесет нам наступивший год. И приложим для этого все усилия. Ведь, как известно, на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. Ну а пока, до встречи в зале суда уже завтра. На ближайшее заседание в мою защиту должен был выступить доцент Мехмата МГУ Михаил Лобанов. Однако под Новый год к нему домой вломились вооруженные люди, избили, забрали технику и отправили спецприемник, где он и сидит по сей день. Кажется, принцип состязательности сторон наши процессуальные оппоненты понимают слишком буквально. Субтитры создавал DimaTorzok